Бойцы, я вновь приветствую вас на просторах Хёрдсу Фарен 4, с вами снова я, Малвар Гейминг, и это третья часть прохождения экспедиции за Колорадо, но теперь мы уже не у Колорадо Репаблик, напоминаю вам об этом, и я думаю, что возможно пора покончить наконец-таки с последней угрозой, это Железный Альянс. Битва будет трудная, я думаю, что это понятно всем, и Деклор Вор, а что поделать, они строят все больше бойцов силовой брони, и нам нужно, естественно, пытаться все это дело сдержать будет. Надеюсь, что нам хватит, хватит сил для того, чтобы сопротивляться им какое-то время. Так, кстати, Drastic Managers, это что? 300 юнит, 300 юнит, Manpower, Manpower, так, Escape Program, давайте посмотрим, что у нас осталось тут по фокусам, так, военное время, War Purpens, так, кстати, Sand Caravan, сколько караван закончится из DocCity у нас? Это неприятно, согласитесь. Так, Deployed Capitan, Grand Name, Tarvice, become the leader, New Frontier. Вот, кстати, пока не дают возможности, давайте закончим Lens of the Gulls, да. И, кстати, свежие силы прибыли, что, кстати, очень-очень радует сейчас меня. National Spirits. Да, смотрите, Capital the Colorado, наконец-таки фокус у нас с вами открывается, это прям огонь, реально. И нужно, естественно, все это дело теперь переводить. Столица Колорадо. Да, DocCity или еще лучше Денвер, не только величайшее поселение остатки Старого Мира в Колорадо, но и символ всего хорошего. Символ власти, величие и главное контроля. Мы должны обеспечить его для себя, хотя его размер устрашает. Так, Republic Claims and Waller Gull. Окей, четыре дня, но, слушайте, воевать здесь в DocCity сейчас, когда у него около 26 дивизий. Блин, ну это страшно, реально, это очень страшно. Ладно, еще четыре дивки сейчас разместим. Нет, если мы с вами переживем нашествие вот этой вот силовой брони, то, в принципе, все будет окей. Если же нет, то беда будет у нас явно. А, мы не у Стерлинга, кстати, не могли взять, потому что у нас были... Помните тогда, когда по ивенту у нас была возможность только один город взять, поскольку эти территории не были нами занационализированы. Судя по всему, это тоже очень важно. Так, пытаемся пробиться, но нифига, да. Все, тогда отставить убиваться. 33 на 47 по потерям. А у них бойцов, я думаю, намного больше, чем у нас будет так. Кстати говоря, есть возможность попытаться пробиться здесь, на его территорию. Конечно, немножечко страшит, но все-таки. Давайте, кстати, попробуем сейчас вот этого центрального товарища выбить. Так, он силку свою начинает расставлять по периметру. Нам нужно в новый Стерлинг пробиться. Заберем его в столицу, и все будет окей. Ну, Стерлинг, в принципе, практически на ладони. Главное сейчас не потерять то, что у нас есть. Да, он падает, падает его столица. Но, естественно, ни одной столицей мы едины. Но эту территорию, естественно, нужно занимать. Я не пойму, почему атака прервалась. Блин, нас взяли в окружение. Хьюстон, we have a problem, как говорится. Пытаются выбить нас. Это же войска не слишком хорошо вооружены, я так понимаю, но... Так, пиццу нужно взять. Да, наконец-то появилась возможность закрыть этот котел. Важный котел, между прочим, скажу я вам. Потому что здесь есть одна дивизия в силовой броне. И это очень здорово, если мы сейчас ее закроем. Были просто на шаг близки к поражению уже. Блин, у нас выбьют с Нью Стерлинга, скорее всего. Но хотя бы силку, хотя бы силочку забрать. Будет правильным решением. Так, damage to Gainizon, division defense core territory. А здесь что? Special force... Блин, ну здесь никаких прям полезных сейчас вещей особо нет. Senior Center. Army experience gain, automated research. Так. Warfire. Агнессу мы не можем взять, потому что она уже у нас лидер, да? Нам-нам-нам-нам. Капс инком. Unlocks repair the Zaxx computer. Пауля. Пауля нужно брать, но ценой стабильности... Ух, как будет больно. Да, наконец-то появится, получается, здесь. Attachment плюс 30 дней. Возможно, не сломаем еще. Да, Нью Стерлинг мы с вами потеряли, но смотрите, мы получили, в принципе, довольно-таки обширная территория сейчас под свой контроль. За что, конечно, нужно нормально залететь и укрепиться здесь. Это прям в первую очередь. Блин, силка, конечно, очень сильно пробивает. И он, кстати, сразу отступает, посмотрите, да? Экономик... Ага, экономика восстановлена. Чудненько. 24 bottle caps у нас сейчас так. Нам, естественно, нужно играть только от обороны. 600, но в два раза, в два раза они получают больше сейчас урона. Так, а он Петра Чика. Проблема с Петра Чика у кого-то. Кэпчелов же Вардан. Ага. Все, Док Сити, получается, с ним справился. Нью-Колорадо Републик... А, это мы имеем против него, получается, с вами цели. Я вот думаю, сейчас в самое время поднимать наших с вами бойцов. Галта Симиляшин, Ганханта. Так, Ганханта возьмем. Так, Ганслингер не подходит. Пошел вовсе, не подходит. Кстати, вот удобнее, на самом деле, играть, когда ты уже... Так, Гули. Гули у нас много, слушайте. Да, давайте бонусы на Гули возьмем тоже. Естественно. Так, у генерала нет ничего, в принципе. Может быть, нужно было еще Чайка Дерева, конечно, взять. У нас тут пытаются все-таки сейчас отметелить еще. У нас есть Гули теперь, которые должны нормально стоять. ЗАГС Компьютер, Лонжер Эффектс, Фон Задайн. А, он умер, да, судя по всему? Да. Нужно было брать этот фокус. Ладно. Починить мы его, судя по всему, уже никогда не сможем. Увы. Увы, ЗАГС Компьютер умер. Значит, мы идем в следующие технологии пропаганда войны. У него стерлинг. А, ну, у него стерлинг мы уже караван не отправим. Вот, я думаю, что нужно, наверное, пойти будет в национализацию со временем. Кстати, давайте посмотрим, что у нас тут. Здесь, например, 100%. Бронбараус. Почему мы не можем его взять, закорить? А, нам нужно 46. Может быть, и можем уже закорить, кстати. Это было бы круто. Опа, стоп. Серьезно, ребята, вы открыли нам свою столицу? Вы что, идиоты? Available Wargul. Как бы нам так пробиться бы? О, давайте сюда попробуем сейчас. Я здесь одного гуляку оставлю. А здесь попробуем вынести. То есть, как бы, три дивизии должны справляться все-таки с врагом. Даже четвертую отправлю, наверное. Так, кстати, давайте вот здесь территорию отожмем. Потому что это городская территория. Скорее всего, она отвечает все-таки за производственные какие-то мощности. Так, отходим, отводим. Есть. Так, и реально, вот мне кажется, что единственная возможность сейчас нормально как-то стать, это попытаться пробиться в столицу к нему. Причем, смотрите, он практически уже не может нам сопротивляться. Мы сейчас возьмем в котел его основную армию. Попытаемся, во всяком случае, этого сделать. Так, здесь начинаем бить. Гуль идет сюда. Солдат естественно берет в окружение все это дело. Нет, нет, не дают. Не дают, но и ладно. Это мы так просто плохо попросили, наверное. Все, здесь начинаем уже изничтожать силовую броню. Со временем у него закончится мощь. И я надеюсь, мы тут выстоим. Блин, тут, кстати, есть проблема. В общем, такая серьезная проблема на самом деле. Попробуем зайти. Блин, наверное, не получится. Great news. Я надеюсь, что мы их выбьем. Реально очень надеюсь. Сейчас, если мы сейчас возьмем столицу, это будет прогресс. Ну, давайте, ребята. Забирайте, забирайте. Нет, блин. Зараза. Хитрая все-таки зараза. Ладно, мы потеряли часть дивизии, но мы еще боеспособны. Вполне. У нас еще есть шанс здесь... Блин, он отсекает мои территории. Это неприятно, знаете ли. Так, я беру его здесь, тогда получается. И попробую сейчас забрать вот эту хотя бы... Наверное, вот так лучше. Он сдает мне. Он мне сдает провку за провкой. Это все очень хорошо, но все-таки нам пока очень-очень тяжело здесь сражаться. Что можем еще взять? Трикопитшинский гейн. О! Агентство. Прикольно. Агентство, кстати, это очень годно. Я думаю, что очень-очень скоро мы сможем производить нормальное количество силовой брони. Блин, он сейчас объединится, да, со своими войсками. Блин. Так, нужно добить его. The Ram and the Bear. Так, у нас здесь что-то еще произошло. Баран и медведь. Что, подкрепление от НКР? Майор Феллинг был в экстазе после того, как вернулся из долгосрочного путешествия домой. Никогда раньше не был в Шайде Сенс. Был один из наших местных солдат и государственный деятель. Его отчеты были удивительны... Встретились с удивлением и замешательством со стороны Конгресса. Некоторых столь необходимых аплодисментов. Их новое начинание. Компания Махауа была встречена неоднозначным населением Калифорнии. И недели, что наша великая новость станет популярным хитом. Вторая экспедиция в Колорадо была бы организована и отправлена обратно под руководством опытного, хотя и до этого момента игнорировавшего государственного деятеля лейтената Джозефа Дролджа, официально привыкший губернатор штата Нью-Колорадо, со своим подкреплением. И хотя мы можем утверждать, что нам не нужны Калифорнии Флеминг, но мы об этом очень-очень много говорили. Так, Гэн Бэйс, Ту-Дивижн Нью-Колорадо, Экспедишн Форс, Репорт, Дьюти, Сжи, Капитал. Такс, бойцы из НКР, свежие силы из дома. Как я рад вас видеть, ребята, если бы вы только могли себе представить. Сейчас еще 4 дивки расквартируем, и вообще будет шикарно. Но, к сожалению, мы можем использовать всего лишь 2 на данном генерале. Но 20 дивизий — это, извините меня, уже неплохо, скажу я вам так. Нет, нужно поддерживать эту атаку. Хорошо, здесь убрали. Вражину. Так, начинаем поджимать. Начинаем потихоньку поджимать. Так, что у нас по команду еще? Может быть, есть кто-то более опытный? 2, 3, ну, нет, нет. Пока что не вижу никого. Так, инвестиции стимуляции, стерлинг, вар программ. Так, тренинг тайм. Кстати, пишет «Hallodisk of Westlanders bottle caps». Да, давайте. Амаз с бэкап. Все. Что-то, я думаю, мы хорошее с вами сделали. Но никаких новых исследований не появилось, я так понимаю. Возможно, мы это все сейчас зря потратили. Так, бойцы НКР продолжают пребывать. Ага, здесь мы, получается, берем их в окружение потихонечку. Фух, это тяжелая битва, но это битва за силовую броню, ребят. Это реально битва за возможность в будущем использовать современное вооружение. Twinmothers, Flea North. Ага. Ланиус здесь еще жив и здоров. На самом деле так, Скорпионов пытается побить Док-Сити. А мы здесь пытаемся забрать очередную дивизию силовой брони. Блин, они реально как консервные банки, зараза. Попробовать вот этой дивизии НКР сюда зайти. А этими сдерживаем. Потому что они просто уже не смогут дальше нам противостоять. Смотрите, вот мы сейчас жертвуем, да, а сюда пытаемся зайти, да. Пытаемся пробить хотя бы их. С разных частей карты. Очень хочу в столицу быстрее уже зайти. Может быть, сейчас. Мы можем потерять много дивизий здесь. Ну и получить мы тоже можем довольно-таки много сейчас территории. Зараза. Ладно. Мы сейчас здесь объединим. Нормально. Стоим. Хорошо. Главное сейчас не дать им выбить это все дело. Смотрите, все-таки отступают. Отступают враги. И, кстати, с каждым днем они будут терять все больше и больше. Нужно их тут тоже поджать. Если мы сейчас столицу возьмем, это будет просто огонь. Потому что дальше сражаться уже я не вижу смысла просто с ними. У нас ресурсы просто тают на глазах. 1К против 1К. Ну, у них, конечно, тоже, но по нам это больнее ударит. Мы не так быстро сможем восстановиться. Да, все, столица наша. Поздравляем. Поздравляю себя. Вейстланд Пауэр Армор 500. Отлично. Все. Айроналайн стейк олл стейтс. Фух. Это было тяжело. Реально. Возможно, это... Косяк с моей стороны. Ну, невозможно, а точно. То есть, как бы нужно было раньше, наверное, нападать. Но все-таки... Ладно. Все-таки мы с вами удержали эту территорию. И это потрясающе. Так, New Sterling Armors или New Sterling Forges. Постоянная война, которая ввел Железный Альянс, истощала ресурсы, поскольку рейдеры пожирали пули. Рядом с арсеналом их литейные изыркали металлические отходы и выплевывали металлические предметы, не уступающие по качеству Старого Мира. Освободите ли рабов по большей части наши люди? И теперь мы можем переписать их историю. Шесть дней. Так, дайте посмотрим. Так, голодиск From Westlands. Опять открыто это все, но ладно. Давайте вернем наших командующих. Это, конечно, нас задебафает немножечко, но ничего страшного. И теперь можно будет уже поднимать стабилку, начинать. И нужно будет, естественно, еще и инвестировать в наши с вами торговые пути. Так, и следующая битва, естественно, начнется с Док Сити. Их очень много. И нам, естественно, потребуется, наверное, еще несколько командиров. Так, давайте возьмем двойку вот эту. Посмотрим, кто у нас появился. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1. Ну, блин, ну такие себе товарищи на самом деле. Давайте возьмем майора Хаунда. Это, я так понимаю, нам его прислали. То есть, ну мы с вами троих получили, а кто-то должен был вернуться, наверное. А может и нет. А может быть мы всех их получили здесь. Так, посмотрим, что у нас по потреблению. Нам нужно 377 сейчас стволов для того, чтобы восстановиться. Производим 5 в день. И, естественно, ну... Так, саплаев нам не так уж и много надо. Значит, переходим на вооружение. Переходим на пистолеты мы с вами. Так, и, естественно, чертим линию обороны. Дом-сити нужно будет держать. Дом-сити, док-сити. Это прям намекает на шикарное будущее. Скорее всего, может быть, даже на перенос столицу в будущем в док-сити. Нью-стерлинг раундс. Сейчас, походу, откроем военные мастерские, да? Нью-стерлинг на уявление богатое место, несмотря на то, что по ним была построена экономика, подпитываемая рейдами. Его великая оружейная мастерская выпускала силовую броню по массе, даже если они собраны из обломков. Их сервоприводы, похоже, тоже были сделаны позже. Рабы были освобождены, так что мы наймем людей, чтобы заполнить эту пустоту. Так, поднимем подчинение тем самым. Колорадо-Репаблик, Вест-Колорадо-Репаблик. Я не понимаю, кстати, почему они переименовались и не вступили к нам, но в будущем это будут, естественно, наши марионетки, скорее всего. Hands of Ghouls. Так, Hands, это у нас руки гулей, да, получается. Возможно, так. Рабочая сила из гулей, да, сюда переведем, наверное. Заводный стерлинг требует, чтобы на работу приходилось все больше и больше людей, и мы только что нашли для этого свое решение. В основном мы ограничивали наши рабочие бригады, стоящие только из гулей, для работы в условиях сильного излучения. Но их замечательное строение и отсутствие необходимых перерывов на обед можно было бы использовать в более контролируемой рабочей среде. Шесть дней, поехали. Так, что Hands of Ghouls у нас исследуется. Factory Output 8% не так уж-то и сильно полезный фокус на самом деле, но, возможно, свои какие-то плюшки мы с этого сможем поймать. Так, Colorado Treasure уже не вариант, а, не уставлен кор территории. Нам нужно закорить территории, получается. Вот эти в Стюнс, вот так вот, серванс. Блин, да, тут для того, чтобы использовать дальше исследования, нам нужно, получается, будет корить национальные территории. Ну и, получается, нас с вами ждет следующая война, South Colorado Republic. Я думаю, что это уже, наверное, будет в следующем выпуске, потому что 33 дивизии, 5-33, ну, где-то, наверное, в районе 24-х также у них они и будут состоялять. Но это, на самом деле, очень-очень страшно. Так, минус 1, have commis, settler of states. Нам нужно корить территории, и пока что не совсем понятно, при помощи чего это сейчас сделать. То есть, как бы здесь можно будет еще, конечно, что-то исследовать. Что-то используют Refuge, Simulator. Да, вот это явно полезно, но, опять же, вопрос в том, насколько быстро мы сейчас сможем все это использовать, потому что политка все-таки не купится. Но, однако, пока мы не исследуем, у нас есть буст по политке, и это тоже очень здорово. Плюс здесь почти везде уже 100%, так что, скорее всего, эту часть территории мы скоро забустим. Китай тоже уже, в принципе, я так понимаю, будет скоро нашей братьюней. Да, сопротивление здесь минимальное. Ну, и здесь потихонечку все снижается. Окей, я думаю, на этом мы с вами закончим. И будет, наверное, еще одно прохождение, потому что нужно забрать и West Colorado, и South Colorado. Восстановим полностью Colorado. И дальше уже посмотрим на то, насколько вам будет интересно. Было бы прикольно, например, за эту фракцию отпинать того же самого Ланиуса Кагорту. Все в ваших руках. Надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мой лапу в Дискорд. С вами был я, Malar Gaming. Играйте только хорошее. До новых встреч и пока, ребята.